здравствуйте уважаемые друзья сегодня у нас практически кейс на обсуждение на разбор полетов и соответственно он касается супругов студентов которые как известно получает возможность получить рабочую визу и соответственно вопрос который задается вот если супруг студента получивший рабочую визу вдруг возгорит желанием прикоснуться к доброму вечному хорошему знанием то есть пожелает погрызть науки да будет ли он платить деньги как резидент или как иностранец то есть вопрос имеет две подоплёки как я понимаю подоплёка первое это собственно юридический статус пребывания в стране и подоплёка вторая можно ли сэкономить бюджет он же ну давайте разбирать соответственно давайте поговорим как обычно с преамбула начнем итак как я уже сказал в начале этого видео если иностранец получая студенческую визу то он имеет право имеет возможность организовать своей второй половине супругу или супруги рабочую визу то есть не он сам конечно будет организовывать а супруг или супруга получат на основании того что его или ее вторая половина является студентом то есть с одной стороны это будет под спорью бюджету потому что на стипендию для иностранца можно в принципе не рассчитывать в большинстве случаев а другой стороны вторая половина будет занята делом и при этом находиться под боком и так соответственно теперь говорим там об этих двух подоплёках подоплёка первое связанное с юридическим статусом когда человек приезжает в канаду в качестве работника да он все равно продолжает оставаться для канады иностранца что бы там ни происходило ты всегда будешь для канады иностранной рабочей силы иностранным студентом и так далее и хочу особенно подчеркнуть что ты для канады являешься своим только в двух случаях случай первый это когда ты являешься гражданином и случай второй когда ты являешься иммигрантом когда у тебя есть канадские иностранец то где применяются те же самые тарифы как к иностранцам соответственно во всех остальных случаях кем бы ты ни приезжал сюда туристом ли работникам ли я не знаю беженцам там и так далее ты являешься иностранцем соответственно если ты приезжаешь так как иностранец то где применять абсолютно все те же самые тарифы как к иностранцам и то есть поступить как местный человек ты здесь в университет не можешь и далее то о чем я уже говорил прежде других видео что если человек вдруг ни с того ни с сего решает поменять свой иммиграционный статус в стране в данном случае он хочет стать из работника студентом то он обязан заново переподавать все документы и соответственно выполнять условия требования предъявляемые к аппликантам на студенческую визу то есть вам еще могут отказать и на этом основании вы еще можете потерять статус в канаде ну так чисто теоретически рассуждаем конечно очень трудно представить что так будет но тем не менее теперь что касается второго вопроса вопроса связанного с тем как будет платить человек который поменяет статус ничего не меняется как я сказал выше если ты иностранец то ты будешь платить иностранца как иностранец то есть в этом плане все таки все таки выгоднее что вы сначала отучитесь если мы говорим про супруга или супругу который приехал как студент а вторая половина выполняла функцию денежного мешочка и рабочих рук то есть помогала семейному бюджету потом имеет смысл когда уже студент отучится получится как канадский диплом как известно после этого человек получает право на получение рабочей визы соответственно пока супруг первый основной студент который работает второй супруг или супруга учится меняет свой статус на студенческий учиться совмещать одно с другим нельзя без исключением одного случая когда вы являетесь студентом языковых курсов и когда вы скажем так являетесь свободным студентом то есть вы не являетесь студентом на полный день вы просто когда-то посещают как-то посещаете какие-то отдельные курсы урывками все если вы собираетесь учиться полноценно значит вам надо менять статус это то что я в очередной раз подчеркиваю ну собственно на вопрос надеюсь ответил если будут какие-то еще уточнения не стесняйтесь как обычно к вашим услугам спрашивайте за всем это видео заканчиваю желаю вам всего самого хорошего и до свидания пока пока